Добрый день, весёлая минутка! С вами Дмитрий Гусев, сайт pomedom.ru. Сегодня, наверное, такое небольшое короткое видео о том, как у меня устроен стеллаж для рассады, и вообще, почему я так сделал, да? Потому что вопросы об этом были в прошлом видео, когда я сделал про подсветку. Итак, стеллаж. Это щит мебельный, 60 сантиметров на 3 метра, то есть, вот, трёхметровый, да? Вот, этот щит, он распилен на 4 досочки. В принципе, можно было сразу какие-то 4 доски брать и так строить. Почему распилен? Вот он, одна доска, вторая, третья и четвёртая. Вот четырьмя видно, да? Саморезами они соединены между собой вот такой вот перекладиной. Вот, и таких перекладин несколько. Если я бы сделал щит не таким, то он бы у меня обязательно выгнулся. То есть, сверху влажность одна, снизу другая. И обязательно либо так, либо так он бы у меня выгнулся. Так что вот такие вот 4 досочки, соединённые вместе, это вот такой вот мебельный щит, распиленный вдоль. Это одна особенность. Так, вторая особенность. Он у меня убираемый. То есть, вот сейчас он стоит где-то в полутора метрах от пола и где-то практически в метре до потолка. Но он не мешается летом в мастерской. Он используется только зимой для того, чтобы выращивать здесь зелень для стола и для того, чтобы выращивать потом ещё весной рассаду здесь. Значит, есть вот такие вот направляющие. Они продаются в Леруа, в Кастораме, и они вот на таких вот... Вот, посмотрите, видите, да? Сейчас, где показать-то? Уберу я, что нам мешается. В эти направляющие вставляются вот такие вот, ну, подвижные такие вот опоры, да, на которых можно сделать полку. Вот, сейчас здесь тоже. Вот она тоже, да, направляющая. Всего направляющих таких четыре. Раз, два, тут три, и там четыре. Вот они здесь. То есть, вот эти вот поддерживающие планки я могу переставлять выше, 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 регулировать высоту до ламп, регулировать высоту поднятия. То есть, сейчас вот так стоит у меня, да, я могу выше поднять на 10 сантиметров, на 20, на 30. И в конечном итоге убрать вообще это всё под потолок, то есть, всю эту конструкцию, чтобы она мне не мешалась. Надеюсь, понятно, да? Так, потом, особенность какая? Если держать только на этих опорах, то я не сделаю горизонта. Ну, то есть, вот горизонт вот в этой длинной плоскости, да, вот в этой длине, вот во всей, да, к стене где. Естественно, здесь всё у меня по уровню сделано. Но, вот в этой вот плоскости очень трудно отследить горизонт. То есть, вот посмотрите, да, здесь у нас вот горизонт идеальный. Когда в поддоны поливаешь, должен быть идеальный вот такой горизонт. Для этого что сделано? Вот здесь, вверху, крючки завёрнуты в потолок у меня. И идёт вот цепь. Цепь, 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 цепь. И вот здесь вот она заканчивается таким крючком с вот такой вот гайкой. То есть, я могу регулировать вот этот край, вот этот край относительно той стены вверх, поднимая или опуская до настоящего хорошего уровня. Вот, цепь можно укорачивать или удлинять с помощью вот таких вот карабинчиков. То есть, я вот на эту, а могу на эту, да, когда буду поднимать вверх всю полку, вот, ровнять в горизонте. Вот, и таких у меня поддерживающих. Вот, одна цепь, да, идёт. Вот, вторая цепь идёт. Третья. И на углу, опять же, вот, четвёртая цепь. Всего четыре цепи. И в любой точке у меня идеальный горизонт. То есть, задача была как бы не из лёгких. Может быть, у кого-то и другие какие-то могли бы быть решения, да. Но у меня идеально. То есть, там скользящая опора я эту доску, эту полку могу переставлять в любой, буквально до потолка. И горизонт вот в этой плоскости я регулирую вот этим вот винтом, да, которым вот внизу. Так вот, видите, винт закручен. Кручу, опустится полка. Закручу, поднимется полка. Сейчас на максимуму поднята, да. Вот таким образом в идеальном горизонте у меня выставлена вот эта полка. Что ещё о ней сказать? Я её не застилаю никакой плёнкой, целлофаном там, да, или чем-то ещё. Почему? Потому что если в целлофане случайно будет вот такой разрез, и туда попадёт вода, не испаряется с поверхности древесина, а там она начинает чернеть, гнить. Поэтому немного попала вода, сразу испарилась, и древесина очень хорошо потом, ну, не портится, не гниёт, так скажем. Да, если сделать по-другому, то будет гнить. Вот. Рассада, не рассада, зелень. Сами видите, как хорошо растёт здесь у меня. Про лампу я уже всё сказал в прошлом видео. Так что, если, может быть, кому-то действительно вот такая вот конструкция будет полезна, она у меня уже много лет эксплуатируется, ну, вот, берите за основу, или, может быть, даже скажете мне, что я не очень правильно сделал, и есть другие варианты, да, так сделать. Конечно, есть. Ну, вот, я вышел таким образом. Летом я её поднимаю вот так высоко-высоко, и она у меня просто там висит, как антресоль, и незаметно под потолком её. А когда нужно выращивать, она у меня опускается. Всё. С вами был Дмитрий Гусев, сайт pomidom.ru. Заходите к нам на сайт, покупайте наши семена, новинок много. Всего доброго. До свидания.